Руководитель фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Владимир Васильев провел прием граждан в столице Верхневолжья. Тверичане обратились со своими проблемами к народному избраннику. В ходе общения с несколькими группами граждан обсуждались два вопроса. Сроки и особенности ремонта канализационного коллектора в Заволжском районе Твери и прокладка новой трассы со стороны Саватевского шоссе. Речь шла о так называемой вылетной магистрали из Твери в направлении Кимр, которая соединит створ улицы Академика Туполева и трассу М-11. Ее строительство предположительно заденет часть дачных поселков в районе Старой Константиновки, что вызвало обеспокоенность садоводов, которые и пришли с этим вопросом на прием к депутату Госдумы. Подробнее в сюжете Анастасии Новичковой. Владимир Васильев регулярно проводит встречи с жителями на своем избирательном округе. Вопрос, касающийся изливы сточных вод, на местность в районе Соминки уже не первый год вызывает обоснованное недовольство местных жителей. В нынешнем году проблема еще более обострилась. В зоне подтопления оказалась и территория близ 34-й школы. Об этом мы не раз рассказывали в наших выпусках. К счастью, перспектива ее решения сейчас вполне осязаемая. Твери Водоканал активно ведет капитальные ремонтные работы по фактической замене устаревшего канализационного коллектора. Руководители этой организации обещают уложиться до октября текущего года. Вторая тема обсуждения была связана со строительством участка автомобильной дороги в районе Старой Константиновки. Местные жители и дачники переживают, что их дома пойдут под снос. Поэтому просят рассмотреть альтернативные варианты прокладки трассы. Хотим предложить, чтобы основным вариантом проекта при решении данной строительства дороги был вариант по бывшей узкоколейной железной дороге. Чтобы данный вариант устраивает и нас, всех жителей, дачников СМТ, потому что наши дома не пойдут под снос. И дорога более спрямляется. Представитель Министерства транспорта Тверской области заверил жителей, что поводов для беспокойства нет, поскольку проект участка автомобильной дороги еще не утвержден. Ввиду отсутствия проектной организации, которая выполняла бы эти работы, ось не определена. Будут рассмотрены разные варианты прохождения трассы с целью определения. Еще раз повторюсь, что нашей задачей не стоит снос или усиление жителей из занимаемой территории. Наша задача стоит все-таки обустройство автомобильной дороги. С участием депутатов законодательного собрания Тверской городской думы и представителей Министерства транспорта региона, при федеральном проектировании будет происходить обсуждение и поиск оптимальных решений с собственниками земельных участков. СНТ «Заря», «Агрохимик», «Восход-6» и «Спутник». В этом, в частности, заверил собравшийся и представитель региональной исполнительной власти. В целом же гражданам сказали, что их интересы непременно будут рассмотрены по возможности максимально учтены. Ведь работа органов власти всех уровней направлена на создание комфортных и безопасных условий для жизни людей. И Владимир Васильев особо это подчеркнул. Просто нужно, как говорится, и местной власти, муниципалитетом нашим активно работать, смотреть, договариваться, объяснять людям, брать на контроль эти вопросы. Власть должна, говоря о улучшении жизни людей, помнить, что если это улучшение не наступает, то власть теряет легитимность. По окончании приема граждан Владимир Васильев вместе с воспитанниками спортивной школы заложили аллею из разных пород деревьев. На площади Гагарина высадили 24 саженца. В будущем планируется организовать посадку еще 50 деревьев. Мы сегодня приехали сюда со своими учениками и с тренерами маленько облагоустроить свой город, посадить пару деревьев и показать подрастающему поколению, показать пример, что нужно отстраивать свой город, нужно гордиться своим городом. Регулярная высадка деревьев – это важная часть экологического вклада в борьбу с загрязнением атмосферного воздуха, которым мы все дышим. Поэтому восполнение природных ресурсов – это залог светлого и здорового будущего, а также вклад в создание позитивного эстетического облика города. Ухаживать за новой аллеей будут волонтеры и представители местного бизнеса.